Анатолий Васильевич Андронов, полковник, герой России, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Щелково, с начала 80-х, на протяжении более 20 лет, летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Чкалова. Он возглавлял в нем летно-испытательное управление, совершил полторы тысячи полетов, освоил более 40 разновидностей вертолетов и самолетов, установил 7 мировых и 10 всесоюзных авиационных рекордов на самолете-гиганте «Руслан». В 1990 году он облетел на Ан-124 вокруг земного шара и пересекал тогда не только Северный, но и Южный Антарктический полюс. В 1980 году Андронов в качестве летчика военно-транспортного авиационного подразделения обеспечивал испытания новейшей авиатехники во время боев в Афганистане. Говоря об Афганистане, я, конечно, могу четко обозначить граничные, так сказать, и временные сроки, и профессиональные, ну и личностные какие-то все вещи, которые со мной происходили. Потому что такие вещи, они в память врезаются крепко и надолго. Анатолий Васильевич тогда по званию был капитаном. Ему было 30 лет. Всего-то 30 или уже столько? Это очень непростой вопрос. Ну, 30 лет. Я сейчас 29-30 лет. Конечно, я еще спортом занимался, к тому же. У нас Ахтубинск – это то место, где я заканчивал среднюю школу. И в Ахтубинск я вернулся уже лейтенантом, закончившим училище с первого дня. Я сразу попал в наш испытательный институт. Но, конечно, не летчиком испытательным. Это самый возраст, конечно. Знаете, вот говорят, что есть такая губка, которая все впитывает, когда есть стремление к совершенствованию. Хочется все охватить, что касается твоей любимой работы. А это была любимая работа. Это был выбор, в общем, осознанный. Причем, понимаете, я находился в среде испытателей уже с 6-7 класса, когда я стал понимать, что это такое. И, конечно, люди эти и сама среда, они предопределили мой выбор. Именно хотелось вот этого, и хотелось вот быть таким. В 80-м году Андронов получил от своего прямого начальника задачу вылететь в Афганистан в качестве командира экипажа военно-транспортного самолета Ан-12. Ситуация, которая потребовала участия, и мой уровень, я как раз определил то, что... Ну, и свое, естественно, я понимал, что эта задача сложная, важная, и просто кого-то посылать там, скажем. А командир всегда, он по логике вещей всегда подходит, как бы один из наиболее подготовленных становится командиром. То есть в этом и смысл не только карьерного, но и профессионального роста. Поэтому это все было объяснимо и понятно. Так я вот туда попал. К тому времени маховик боевых действий начинал набирать обороты. Уже были проведены как наземные боевые операции, так и в воздухе. Уже появились первые потери. В Ахтубинске, на Чкаловскую, на наши военные аэродромы прилетели первые борты с цинковыми гробами. Война уже была, и одновременно ее не было. Слово «Афганистан» было фактически под запретом. В это трудно поверить. Но цензура в те времена была самой настоящей. Очень жесткой и четкой. Нет, конечно, мы понимали. Когда нам уже задачу ставили, нам уже сказали, там идут боевые действия. Готовьтесь по-серьезному. Мы... У левой ноги стоял автомат. В Кабуре было табельное оружие, пистолет. Вот. Парашютная система. Мы прекрасно понимали, что идут боевые действия. Правда, еще случаев таких нашумевших, когда сбивали Л-76, когда Ан-12, много там положили вертолетов, еще такого системы не было. Это впоследствии пошли большие. Но то, что там уже постреливали по летательным аппаратам, это уже присутствовало. В Шинданд необходимо было доставить запчасти и боеснаряжение. Многотонный груз. Он требовался для продолжения испытательных полетов в боевой летной технике. Шинданд, куда мы летели, он находился, если по карте так представить, через Кушку. Если смотреть на юг, то это как раз дорога на Герат и чуть в сторону как раз Шинданд находится. Это на кратчайшее расстояние Союза, вот туда двигаться по этому маршруту. Мы его прокладывали совершенно автономно, понимая, что никаких воздушных трасс тут уже ни при чем. Мы летели чисто по выбранному нам маршруту, через Кушку. И перед Шиндандом там большой хребет был. Он около 5000 метров. Да и сам Шинданд находится на уровне около 1200 метров, высота аэродрома. Когда мы только подходили к границе, еще шутки, прибаутки, беседы шли. Ну, около 8400, по-моему, набрали. Или 8900. Ну, там в зависимости от... Вернее, 8600 или 8900 где-то шли. Не помню точно. И когда мы еще границу пересекали, все стихали разговоры в экипаже. И когда мы стали подходить к этому хребту, а расстояние между самолетом и хребтом уже становится практически досягаемым. С плеча стрельнуть можно запросто. Вот тут наступила тишина абсолютная. Все стали работать, смотреть во вне кабинное пространство. То есть, это же первый полет. Это же неизведанность. Всегда вот эта неизведанность, она как бы настораживает, заставляет работать максимально сконцентрированно. Конечно, напряжение. Конечно, понимание того, что мы военные и выполняем боевую задачу. При упоминании транспортной авиации не возникает прямой ассоциации с боевыми действиями. Но обеспечение всем необходимым военных частей и соединений, действующих в боевых условиях, это важнейшее условие, от которого зависит и выполнение боевой задачи, и еще очень и очень многое. И фактически зависит сама жизнь тех, кто идет в бой. Афганская война – это не просто историческое событие. Это боль, это слезы матерей, и это память тех, кто вернулся с войны. Анатолий Васильевич Андронов – полковник, летчик-испытатель, герой России. Это звание он получил в 1998 году. Звездную герою ему вручал первый президент России за мужество и героизм при испытании военно-транспортных самолетов. Афганская война прошла и страшным катком, по-другому не скажешь, по судьбам очень и очень многих жителей Щелковской земли. В Афганистане воевали герой России полковник Игорь Евгеньевич Тарелкин, прапорщик Анатолий Павлович Тананаев и еще многие-многие наши земляки – щелковские ветераны вооруженных сил. А кто-то не дожил до наших дней. К сожалению, тех ребят, вот сейчас я же говорю, 15 числа, мы же, значит, они собираются, встречаются, общаются. А те летчики, которые летали там, никого нет уже. Там был, значит, Толя Иванов, там был Соловьев Слава, там был Музыка Валера, там был Садовников Коля. Васенков остался, ну, не остался, он за Славу, я буквально совсем недавно видел Виктора Васильевича, герой Российской Федерации. Но он позже получил героя, летчик-испытатель, он как раз на вертикалке летал. Вот он из всей группы. А вот кто на Т-8, на Су-25-летовых, никого нет. Память сердца, память с болью. Мы благодарим Анатолия Васильевича Андронова за то, что он встретился с нашей съемочной группой. Мы понимаем, что эти воспоминания нелегко даются. Мы хотели бы их сохранить для вас, наши телезрители. Андрей Циханобич, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Игорь Циханобич. Субтитры создавал DimaTorzok